Современный мир ни секунды не стоит на месте, а постоянно развивается даря нам очень полезные изобретения. Сегодня мы расскажем вам о пяти изобретениях, узнав о которых вы наверняка захотите их себе. Поехали! Вода из воздуха. В путешествиях очень важно постоянно иметь запас питьевой воды. Для этого и была разработана линейка революционных бутылок Fontas Aero и Fontas Ride, которые способны вырабатывать воду из воздуха и света. С их помощью можно забыть о необходимости брать с собой, например, в поход тяжелые бутылки, занимающие много места. Fontas Aero и Fontas Ride предназначены для пеших и велосипедных путешествий соответственно. Воздух охлаждается внутри крышки бутылки, конденсируется на специальных поверхностях и затем попадает в основную емкость, проходя при этом процесс фильтрации. Fontas Aero работает от специальной солнечной батареи, которая также выступает в качестве защитного чехла для бутылки. Модель Fontas Ride крепится на раму велосипеда, автоматически собирает воздух во время движения и не требует дополнительных источников энергии. В нижней части бутылки находятся специальные капсулы, которые отвечают за процесс минерализации воды. Таким образом, пользователь постоянно получает свежую минеральную воду. Бионические уши. Если вы оказались в невыносимо шумном месте, у вас есть два выхода – заткнуть уши или смириться. А что, если вы сможете убрать только один раздражающий звук, не заглушая остальные? Или просто уменьшить громкость, как в телевизоре? Такой эффект обещают наушники с системой Hear Active Listening от компании из Нью-Йорка. В отличие от других слуховых аппаратов, которые заглушают или усиливают все звуки одновременно, эти наушники синхронизируются с приложением для смартфона, в котором пользователь может вручную выбрать звуки, от которых он хочет избавиться. То есть можно стоять на платформе в метро и нормально беседовать, заглушив мешающие звуки поездов. Или, допустим, заглушить плач ребенка в самолете и при этом слышать все остальное. Волшебный пластилин Только представьте себе пластилин, затвердевающий как суперклей. Разноцветную силиконовую субстанцию придумала предприимчивая девушка Джейн с непроизносимой фамилией, которую вы видите на экране. В течение пяти лет она трудилась над разработкой пластичного силиконового материала, с помощью которого можно ремонтировать вещи. Сугру, так она его называла, клеит все – от металла до ткани и подходит для починки обуви и очков. Он достаточно липкий, чтобы замазывать трещины в стенах и ручках дверей. Также Сугру поможет вам починить шнуры от гаджетов и склеить некоторые детали. А еще с помощью такого волшебного пластилина можно легко декорировать различные предметы. Круглая карманная рогатка Наверное, многие из вас отлично знакомы с таким приспособлением, как рогатка, которая в детстве подарила вам кучу эмоций, да и приключений, скорее всего. Но не так давно в Америке был изобретен апгрейд этого девайса под названием Pocket Shot. Причем позиционируется он совсем не как игрушка для детей. Новая рогатка представляет собой два пластиковых кольца и резиновый мешочек, закрепляющийся между ними, в который и помещаются снаряды. Простота использования и его компактность сделали новую рогатку за короткое время чуть ли не бестселлером США. Она действительно свободно помещается в карман и не занимает много места, а пользоваться ей сможет человек, который, если такие, конечно, есть, ни разу не держал обычную рогатку в своих руках. Скорость снаряда на выходе из устройства достигает около 400 км в час, что позволяет охотиться с ним на небольших зверей. В общем-то, из-за ее убойной силы она и не предназначена для детей. Подземный парк Такого парка вы еще не видели. Дэн Бараш и архитектор Джеймс Рэмси пытаются превратить заброшенное подземное трамвайное депо в Нью-Йорке в парк Лоулайн, полный зелени, цветущих растений и зон отдыха под солнцем. Это стало возможным благодаря системе дистанционного солнечного света. Она собирает солнечный свет, который отражается от окружающих крыш, и направляет его под землю при помощи волоконно-оптических кабелей. Под куполом парка расположены отражающие элементы, которые рассеивают свет, необходимый для роста растений. Чтобы доказать состоятельность придуманной технологии, Бараш и Рэмси создали прототип парка Лоулайн Лэб. Для создания самого парка требуется получить еще несколько разрешений и 70 миллионов долларов. Вам нравится дизайн вашей квартиры? Если нет, то рекомендуем вам канал питерской дизайн-студии. Там вам подскажут, какие есть хитрости в оформлении интерьера, причем без особых затрат. Подписывайтесь, ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.